руководитель обменного центра по животным магнитика и сегодня я представляю хочу представить вам ветеринарного врача врача ветеринарной медицины чернохата мирослава вадимовна мы проведем небольшую беседу по поводу покупки и животных и небольшая беседа по поводу содержания повседневного ухода и прививок добрый день меня зовут чернохатова мирослава вадимовна я врач ветеринарной медицины и сегодня я отвечу на все интересующие вас вопросы по поводу покупки и дальнейшего содержания щенков а также котят и ухода за и конечно я хочу задать самый главный вопрос которые волнуют всех покупателей всех любителей животных как правильно выбрать как то есть купить животное именно когда ты не особо подготовлен и идешь и хочешь выбрать его то есть покупка щенка или котенка какого-то домашнего любимца до для того чтобы приобрести щенка для начала конечно вы должны определиться с породой щенка или котенка которого вы хотите себе приобрести и в дальнейшем вы конечно же должны знать что это у вас минимум лет на действие то и на 15 это уже будет ваш член семьи и вот когда вы приобретаете щенка вы обращаете внимание на хозяина прежде всего для начала вам нужен должен понравиться хозяин потому что именно с этим человеком вы будете очень плотно общаться в первую очередь следует обратить внимание на внешний вид щенка либо котенка он должен быть нормальной средней кондиции у него должна быть гладкая блестящая шерсть влажный носик блестящие глазки надо посмотреть обязательно обратить внимание на его животик он должен быть упруги не раздутый как барабанчик посмотреть ушки лапки как только вы принесли животное домой естественно присутствуют какие-то посторонние запахи вам непременно хочется его искупать искупать можно как часто купать животных собак или кошек в отношении собак это зависит от породы если вы купили немецкую овчарку то естественно часто купать в ее не будете если же вы приобрели шицу или яркширского терьера или же пекинеса и там нужен дополнительный уход за шерстью то вы можете купать и раз в неделю и раз в две недели для этого вы приобретаете в зоомагазинах специальные шампуни кондиционеры масла которыми вы уже после купания обрабатываете шерсти и с этим проблем не будет в отношении кошек кошек в принципе можно и вообще не купать потому что они очень хорошо моются сами но если вас что-то беспокоит то возьмите искупайте свое животное ничего страшного не случится опять же для кошек тоже продается специальные шампуни в зоомагазина в отношении дегельминтизации дегельминтизация это обработка от глистов глистов круглых ленточных существует масса видов гельминтов в вет аптеке или в зоомагазине очень большой выбор препаратов антигельминтиков но первые полторы две недели после попадания вашего питомца в дом не следует проводить какие-либо обработки если у щенка или котенка явно есть глисты то естественно вы можете взять и применить таблетку или же суспензию если видимых гельминтов нету потому что как правило заводчики следят за щенками и котятами и глистогонные отдают и матери животных и также самим щенкам и котятам если же гельминтов нет то вы можете через полторы две недели после попадания животного ваш дом обработать от глистов препаратов очень много выбор большой вы приобретаете в зоомагазине и даете по инструкции можно утром на голодный желудок опять же все зависит от вида препарата относительно эктопаразитов эктопаразиты у нас это блохи и клещи если вы увидели блошек опять же вам не избежать похода в зоомагазин или же ветеринарную аптеку вы покупаете препараты препараты тоже бывают разные украинские российские немецкие выбор очень большой то есть вы берете и вы берете те препараты которые вам по карману и действуйте строго по инструкции передозировать препараты категорически нельзя потому что если вы накапаете на холочку немножко больше то ваше животное может отравиться также не допускается слизывание противоблашенных препаратов потому что также это ведет к очень тяжелым последствиям тем более для щенков и котят они очень тяжело переносят подобное отравление что касается туалета то есть стрижки коготков умывания глазок если это кошечка в зоомагазинах продаются специальные кусачки для стрижки коготков коготки надо стричь по мере их отрастания если это маленький котенок у него очень очень острые коготочки и вы подстригаете их раз в полторы две недели взрослой кошки это уже будет немного чаще это уже будет раз в неделю относительно собак чаще всего стрекут когти собакам мелких пород потому что собаки крупных пород за счет своего веса они гуляют по асфальту и они стесывают свои когти а собачки мелких пород такие как той терьеры чихуахуа йоркширы им конечно требуется подстригание когтей вы можете это сделать сами дома теми же кусачками для стрижки когтей которые вы приобретаете в зоомагазине либо вы можете обратиться к ветеринарному врачу который я думаю с радостью окажет вам эту услугу что касается кошачьих коготков потом со временем коготки отрастают и если вас не устраивает то что ваша кошечка или котик раздирают вам мебель то существует такая операция которую называют мягкие лапки для этого вы обращаетесь к ветеринарному врачу и он удаляет эти коготки конечно операция для животного болезненно в плане чего она проходит под общим наркозом кошка или кот ничего не чувствует потом требуется недельный уход но зато у вас целая мебель мирослава есть такой вопрос как правило очень часто его задают как кормить животное варить или не варить или кормить кормом мягким или сухим кормом и какие лучшие продукты давать и и какие должны быть продукты в рационе животного ежедневно дело в том что в первую очередь вопрос чем кормить ответ на этот вопрос зависит прежде всего от владельцев животного потому что сухие корма это удобно насыпал ты ничего не варишь они сбалансированы по всем видам питательных веществ раньше или же есть старый способ это варить каши добавлять в них мясо если вы готовы к тому что вы будете варить каждый день потому что каша должна быть постоянно свежая творожок мяско и вы можете сами сбалансировать рацион животных по всем видам питательных веществ потому что растущему организму необходимы витаминные добавки минеральные добавки бифиды лактобактерии конечно вы можете варить для этого рассчитывается рацион для вашего животного и вы согласно возрасту кормите его определенное количество раз в день если это животное полутора месячного двухмесячного возраста то их необходимо необходимо кормить от 4 до 6 раз в день щенков и к щенков в возрасте от 4 до 6 месяцев уже можно переходить переводить на трехразовое питание а после 8 месяцев они уже у вас будут питаться как взрослые животные один-два раза в день если же вы хотите кормить сухими кормами то это очень удобно но в данном случае вы тоже должны выбирать корм хороший корм не следует брать дешевые корма потому что в дешевых кормах естественно нет мяса хочется узнать такой вопрос мирослава владимир владимировна как прогулки как часто должны быть они для животного и вообще гулять или не гулять или приучать просто дома отдала . до горшочка и и такой вопрос как по поводу воспитания вашего животного дрессировки как это должно все произойти и нужно ли она вообще вы знаете прогулки безусловно нужны для молодого растущего организма но пока животное не вакцинировано если это касательно щенков то гулять с ним категорически нельзя после сделанных вакцинации вовремя через две недели про проходит две недели карантина и потом естественно выгуливать животное на щенков надо выгуливать от четырех до шести раз в день для того чтобы они имели возможность отправить все свои естественные надобности а также для того чтобы они просто дышали воздухом особенно хорошо в летний период это инсоляция витамин d это вообще прекрасно они должны очень хорошо когда щенки бегают по песку это является такой своеобразной профилактикой рахита а по поводу дрессировок конечно дрессировки нужны конечно человек который знает как обучить щенка для того чтобы он впоследствии слушался своих хозяев и профессиональный дрессировщик должен щенка обучить очень многие раньше обучали щенка на агрессию настраивали но естественно в первую очередь это на послушание хозяев хозяина для того чтобы хозяину потом было проще проехать со своим уже взрослым животным обученным и дрессированным в общественном транспорте на прогулке в парке чтобы животное не бросалось на пост на проходящих мимо людей для того чтобы он узнал своего хозяина и слушался я пожалуйста хочу вас попросить еще рассказать про маленьких и животных как той и чихуа но можно ли с ними гулять или можно ли сделать туалет им дома расскажите ну такие маленькие животные конечно с ними можно и гулять но можно сделать им туалетик дома можно их приучать к лотку вот такой лоточек как для кошек такой же лоточек можно использовать и для маленьких животных то есть они спокойно могут и находиться в доме когда не сырая погода и непогода когда снег дождь а когда хоть тепло можно вывести погулять да конечно спасибо большое хотелось бы отметить еще такой вопрос очень часто задают нужно ли прививать животное прививка что это вообще и спасает ли прививка от заболевания как часто ее надо делать на протяжении всего и всей жизни или один раз и вообще надо делать вот я хотела бы узнать некоторые аспекты этого вопроса что мы делаем когда мы лоцинируем живот дело в том что существует такая закономерность щенки получают иммунные тела от матери в течение первых полутора месяцев своей жизни потому что они пьют материнское молоко также в принципе как и котята и до полутора месячного возраста у них сохраняется коллостральный иммунитет коллострум который они получают с молозивом потом образуется такая как бы это сказать иммунологическая яма и до двух месяцев они не защищены так как мы хотим чтобы наше животное выросло здоровым красивым и радовало нас на протяжении многих лет жизни то вакцинация безусловно нужна что такое вакцина когда мы вакцинируем животное мы вводим небольшую дозу определенную установленную стандартам вирусов и бактерий от определенных заболеваний чаще всего животных мы прививаем от чумы вирусного гастроэнтерита который без очень опасен для молодых животных прививаем от парагриппа лептоспироза и по достижении трехмесячного возраста обязательно прививаем от бешенства бешенство очень опасное заболевание которое передается от животных людям лептоспироз тоже животное также опасное заболевание но тоже придается от животных людям а как правило у людей лептоспироз очень часто не вовремя диагностируется и приводит это все к смертельным исходам биологическим резервуаром распространение вообще бешенства лептоспироза являются грызуны крысы мыши которых достаточно и высокоэтажных домах и в частных домах то есть вакцинация обязательно чума энтерит это заболевание которое не передается от животным от животным людям или от людям животных но они очень опасны для молодых животных потому что у них еще нет иммунитета от этих заболеваний поэтому прививать безусловно на приобретая животное вы выдерживаете его дома потом обрабатываете от глистов и через неделю после дегельминтизации если гельминтов кали вы не обнаружили вы можете обращаться в ветеринарную клинику и проводить вакцинацию проводится первая вакцинация через три недели проводится вторая вакцинация она является закрепляющей следующую вакцинацию вы можете сделать после смены зубов после семи восьми месяцев а можно сделать и в год и повторять уже надо ежегодно ежегодно конечно обязательно потому что в любом случае животные ходят гуляют очень много бездомных животных у которых возможно те же чума энтерит а аденовирусная инфекция протекают в скрытой форме то есть вы хотите сказать что прививка все-таки некоторое время держит и спасает животное от заболевания вы понимаете дело в том что ни одна вакцина стопроцентной гарантии не дает но девяносто восемь процентов все-таки гарантия то есть надо смотреть за животным да и жизненно надо наблюдать за животным также после вакцинации вакцины побочных реакций не дают но может быть и аллергическая реакция как индивидуальная непереносимость то есть эти все вопросы уже освещаются непосредственно ветеринарным врачом когда к нему обращается он все расскажет спасибо больше после того как ветеринарный врач привьет ваше животное на вашего щенка либо же котенка выписывается паспорт либо паспорт либо регистрационное удостоверение это может быть паспорт международного образца если вы собираетесь участвовать в выставках либо же выезжать за рубеж может быть просто обычный паспорт в котором будут данные о том когда ваше животное привито для того чтобы вы знали и в следующий раз не пропустили эту прививочку на первой странице вашего регистрационного удостоверения будут данные о владельце животного ваш домашний адрес также вы можете приклеить фотографию вашего питомца на следующих страницах будут данные о вакцинациях именно в эти графы ваш врач вклеит наклеечки от вакцины распишется и поставит печать также там должен быть регистрационный номер в журнале для того чтобы если вы у теряете паспорт врач по своему журналу мог его вам восстановить хочу задать вам такой наболевший вопрос как вывоз животного из страны или передвижение по другому городу или значит мы купили животное держим его дома и взяли с собой в отпуск то есть мы выезжаем из дома какие нужны документы должен иметь и человек при себе на животное расскажите пожалуйста для того чтобы вывести животное из города если например хотите поехать на отдых или страны вам понадобятся следующие на щенков и котят до трехмесячного возраста вы можете просто прийти в ветклинику со своим животным обязательно в государственную ветклинику потому что право выдавать такие документы имеют только государственные ветеринарные клиники по месту жительства либо же в городскую ветклинику вы идете со своим животным его осматривают и выписывают вам форму номер один опять же это зависит от того куда вы выезжаете ближние зарубежья и дальние зарубежья либо же это будет другой город если ваше животное уже достигло трехмесячного возраста то вы обязательно берете с собой паспорт в котором указываются ваши прививки интересует ветеринарную службу вакцинация против бешенства ваше животное должно быть привито против бешенства не менее чем за месяц до отъезда но не более года должно пройти вам вы приходите с ветеринарным паспортом из животных в ветклинику животное осматривают смотрят дату вакцинации против бешенства вам выписывают ветеринарное свидетельство если же вы выезжаете в дальние зарубежья то это зависит от той страны куда вы выезжаете потому что ряд стран евросоюза канада америка и израиль они требуют еще и анализ на бешенство для этого ветклиники отбирают кровь из вены и отсылают ее в государственную лабораторию между бак лабораторию в город киев там в течение двух-трех недель проводит анализ и присылают его назад это тест на бешенство определением насколько эффективно подействовала вакцина против бешенства то есть вакцинация в любом случае нужно но опять же до забора крови животное должно быть привито не менее чем за месяц для того чтобы иммунитет к бешенству вырабатываться на 21 день после вакцинации то есть вот таким вот образом то есть нужны именно ветеринарные документы для вывоза в другой город на ваш паспорт брать с собой не обязательно достаточно паспорта документы как родовид родословная свидетельство с клуба никакие больше не нужны никакие кроме как ветеринарные документы а возможно при вывозе дальное зарубежье и потребуется справка из клуба что ваше животное не представляет ценности для украины для племенного разведения но это уже такие вопросы к которым ветеринарная служба не имеет никакого отношения а вот если мы вдруг заметили такой симптом у животного как вялость как апатия он не бежит на свою кличку плохо себя чувствует рвота понос что делать в этих случаях расскажите об этом конечно в данном случае если вы заметили такой страшный симптомокомплекс то вам надо не откладывая на завтра обращаться в ветеринарную клинику и получать срочно консультацию врача если же щенок просто или котенок вялый отказывается от корма и у него наблюдается какой-то один из вышеуказанных симптомов то вы можете измерить температуру ректально температура в норме у щенков 38 39 у котят 38 39 и 5 это нормальная температура как у щенков так и у взрослых животных если температура выше или ниже то вам срочно необходимо обращаться к врачу дорогие друзья за всеми вопросами по ветеринарной помощи по каким-то либо консультация по папа покупки и продажи своих животных прошу обращаться в информационно-обменный центр магнитика где я являюсь руководителем этого центра